Девятый сезон молодежной хоккейной лиги Им может не хватать ключевого качества в спорте, стабильности, но отдельные моменты их игры завораживают. Они заставили обратить на себя внимание соперников, хоккейных скаутов и болельщиков. Истории МХЛ открывают сезон охоты за юными звездами. Сегодня это Амир Гараев. Амиру 17 лет. Он вырос в Бугульме, откуда попал в хоккейную школу Казанского Акбарса. В МХЛ он попал в этом сезоне вместе с хоккейным клубом «Капитан» в городе Ступино. И сразу же был замечен в топ-10 лучших шайб недели. Капитан забирает два очка. Первую шайбу в МХЛ он забросил на Дальнем Востоке. Это было в Уссурийске на игре с Тайфуном. Я выиграю с брасом на защитник. Он отдает на край. Я смещаюсь на вершину. Мне дали пас, я отбросил. Радости много было, конечно. Но потом, что-то я воспринял, надо двигаться дальше. Все. Не останавливаться на басе. А вот момент очередной 2-0. Амир Гараев забрасывает вторую шайбу во второй встрече подряд. После такого старта он вынужден пропустить несколько игр «Капитана». Амир получил вызов в сборную России Ю-18. Это достижение для него и для хоккейного клуба, чья цель – воспитать игроков для континентальной хоккейной лиги. И в частности, для команды КХЛ «Сочи». Амир собирает экипировку и вещи. Готовится к отъезду на базу сборной в Новогорске. Это волнительный момент. Надо попадать, готовиться. Там парни старше на один год. Надо доказывать. Без характера не получится попасть. Пацаны молочкой подержали. Иногда с подколками, конечно. Ну, я сам как бы хотел еще поиграть, но тут как бы вызов пришел тоже. С другой стороны, радость. И пацанов желал, хотят, чтобы я играл. В Капитане он один из самых молодых. Уважает партнеров, тех, кто старше. Завоевывает уважение к себе в играх чемпионата МХЛ. Он оказался хорошо подготовлен к дебюту в лиге. Но разница с юношеским хоккеем все равно огромная. Скорости другие. Больше силовых приемов. Уже не детский хоккей получается. С пацанами взрослею. Иногда придется шайбочки собирать. Водичку таскать. Но без этого никак. У нас в каждой игре берутся с характером. С крупным счетом мы в этом сезоне точно никого не выиграли. Ну, пацаны молодчики бьются. Пусаются. Всегда перед матчем бывают. Все-таки другой уровень в МХЛ потрясает немного. Ну, пару раз воткнуться в игре вначале. Бросить и все уже. Поймаешь свою игру. Одной из самых важных встреч в своей жизни он считает знакомство с тренером. В родной Бугульме. Если бы не он, Амир, скорее всего, выбрал футбол. Тренер с детства не разрешал родителям присутствовать на тренировках. А теперь Амир сам не хочет, чтобы они были на трибунах во время матча. Он всегда за меня. Он меня всегда тянул. Научил быть мужиком на льду. Не тряпка. Я хочу, чтобы на трибунах они как-то переживали. Не, ну, я понимаю, что все равно переживают. Но и я тоже, получается, думаю, что они на трибунах. Но это мне ни к чему. Я ходил в четыре года, два месяца на футбол. Мы с бабушкой возвращались с футбола. Она предложила зайти посмотреть тренировку на льду. И заходим, и вот у меня встречается вот этот мой первый тренер. Сколько лет? Я говорю, четыре. Ты здоровый, типа, парень. Давай к нам попробуй. Вышел на лед. Первую тренировку с ящиком катался. Ну, понравилось что-то. Потом он меня позвал еще. Давай попробуем. На вторую тренировку выбросил ящик. Сам побежал как-то. Начинал я в Бугульме. Восемь лет отыграл там. Потом забрали в Акбарс. Два сезона отыграл там. Потом я забрал сюда свой тренер. Самый первый. Он тоже сюда переехал. Ну, и подтянул меня тут. Я играл тут за три возраста. Ну, игровой практики много было. И в этом сезоне получилось попасть в Каилл. Амир – мусульмане. Перед матчами он читает молитвы. Она точно помогает сконцентрироваться. Но он верит, что она защищает и приносит удачу. Доходя на лёд, я читаю молитвы мусульманские. Но мне это сильно помогает. Когда я вот начал читать молитвы, год три назад, без травм играю. Бессерьёзно. До этого много травм был. Он пальцы ломал, кисти ломал. Много пропускал. Бабушка. Она у меня верующая. Постоянно читает. Ну, и говорит, типа, перед каждым выходом, куда не идёшь, всегда прочитай. Поможет. Вот. И от этого и двигаюсь. Амир уехал в сборную лидером своей команды по набранным очкам. 17 лет. А он уже лучший бомбардир клуба МХЛ. Имеет много игрового времени. И хотя у капитана в 17 матчах только 4 победы и всего 10 очков, со своей задачей воспитания талантов и формирования эффективной хоккейной академии, клуб справляется. Всегда конкуренция есть. Ещё самый молодой, надо не отступать. Старший. Могут и где-то починить. Не надо поддаваться. У нас есть, куда стремиться. У нас есть фоккосочек ХЛ. У нас на следующий сезон, может, на сборы пару человек возьмём. ХЛ на летний. Есть, куда стремиться. Надо также продолжать играть. Проект истории МХЛ рассказывает о самых ярких игроках молодёжной хоккейной лиги. Про тех, кто имеет все шансы стать новой звездой. Выпуски проекта смотрите на КХЛ ТВ и на канале МХЛ в YouTube. МХЛ. 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 Продолжение следует...